Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даже к тем, кто ниже тебя Но не в смысле по росту или там ниже этажом живет А к тем, которые люди, может быть, менее посвящены в ту тему Ваши в ту тему, которой ты занимаешься профессионально Даже с ним, может быть, нужно посоветоваться иногда Поговорить, обратиться В частности, мама советуется с детьми Папа не только с мамой, и не только с детьми, но и с течей Которой приходит Почему? Потому что он здесь профессор Он в том, что называется, и в своей семье А вот ты с тем, кто здесь Немного, может быть, даже не в теме Стоит тоже посоветоваться И это нормальное еврейское поведение Если отбросить шутки в сторону Это серьезная вещь У нас сегодня неделя в нашей активной жизни Перед Суккотой В Суккоте читаются специальные разделы Не недельные, не Баршад Шаво А мы опираемся на недельные разделы Торы Но в сам Суккот у нас записи никакой нет И там уже идет глава Недельный раздел Берешит Поэтому обращаемся к недельному разделу Берешит Опережаем события Нет, Берешит всегда с нами Это актуальная тема Первая глава, 26 стих Там так сказано И сказал Всевышний, сделаем человека Отсюда мы его учим О том, что человек должен быть скромным Именно, как мы сегодня говорили Советуйте даже с теми, кто рангом ниже Потому что на самом деле не очень хорошо Смотреть на других людей сверху вниз Он ниже меня, я выше его Здесь об этом даже не говорится А мы говорим ниже, выше Итак, Раши Пишет на этот стих И сказал Всевышний Сделаем человека На это обращают внимание все Все религии, во-первых Все философы Против Торы, за Тору И Раши тоже обратил внимание Хотя и не было у Творца помощников В таком деле, как Масса Берешит называется С кем он Кого-то он сказал, сделаем человека Это все звучит Сделаем как человека Сделаем Сделаем-ка Да? Пора нам сделать Нам сделать Множенное число Элоким Во множественном числе Вот вам и оправдание того Что их много было, может быть Хотя и не было у Творца помощников В творении мира в этом деле И хотя и появляется возможность У отрицателей Торы возразить Смотрите У вас написано В множественном числе С кем он там завятывался Он пишет Апикорсим Люди, которые Отрицают вообще Самые основы иудаизма Наличие во Всевышнем Всевышнего в этом мире Так вот Хотя у него Есть у нас эти две причины Не было помощников И мы даем возможность Сама Тора дает возможность Возразить Апикорсим Все же Тора Не отказался от возможности Прямо из-за краши Не отказался от возможности Научить нас мусару Еврейской этике Еврейскому поведению И скромности А нова А именно Пусть большой советуется с малым Ну в том смысле Как мы сейчас только говорили Ну в принципе Вот и это вся наша тема Можно вставать и уходить Весь урок закончен Осталось только немножко комментариев Помните, да Как Юлия пришел Одноногий человек И спросил В чем заключается вся Тора И он ему дал одно правило Не делай другому То, что ты не хочешь Чтобы делали тебе И в этом вся Тора А теперь иди учись Самая главная Содержательная сторона И его урока Заключался именно в этих словах Теперь иди учись Самое главное мы сказали И в заглавии мы уже сказали Советуйся со всеми И не считай, что это ниже тебе Ни больше ни меньше Ты обязан Там сама Тора так сказала Вот здесь сказала Так вот Здесь есть Теперь это лимут Вот это называется Иди учись Сейчас мы идем и учим Это правило Добавляет Равешель Он так сказал Вот отсюда Из этого стиха Из этого раши Видим, что каждый Кто проявляет спесь Кто я такой Кто он такой Я с ним буду советоваться Высокомерие Гаева называется То он поклоняется Идолу Веда Вода Азара Идол Идол поклонств Может в конце у нас будет время Еще поговорим на эту тему Что такое идол Ну и какая связь Сам же он говорит Какая связь между Воскомерием и поклонением Идолом Он отвечает так Сам он отвечает Кто не хочет Смирить свою спесь Я по-другому не знаю Как перевести По отношению К другим людям Спесь Она и бывает По отношению К другим людям Кто не учит Запрет На спесь На гордыню На высокомерие Из этого стиха Где мы учим Необходимой скромности То как пояснил Раши Вот о чем пишет Раби Гешель Пояснил Раши Тому будет дано Совершить ошибку И стать Лопоклонником Страшные слова Почему он начнет верить Нескольких богов Как говорит об этом Простое прочтение стиха В стихе написано Прочтой Пшат Как называется Сделаем А он сказал Смотрите у вас Богов много Будешь заниматься Лопоклонством Раз посмотрелся на Торы Интересный поворот Да это называется Драж Пшат такой Что их Несколько богов Сделаем человека Драж Этого стиха И на основе Раши Ты что у нас Не учишься скромности Ты отказываешься Что Общаться с младшими Учиться у них Слушать чужие замечания Для того чтобы Которые пришли От Всевышнего Чтобы поправить Твои действия Твои слова Ты поклоняйся Иду Как это называется Или как это объясняется Да очень просто Каждому из нас Дается Те испытания Даются Те испытания Которые мы можем выполнить Человеку не дается Те испытания Которые он не может выполнить Так не делается Почему Потому что Всевышний Нас любит Нас любит Он наш отец На небесах И поэтому Нам не даются Испытания Которые нам не по силам Одно из этих испытаний А вода зора Мы даже У нас и в голову Не приходит Такое испытание Испытание Оно снаружи приходит Извне Нам не приходит В голову На эту тему Уступать Падать Опускаться Ну так вот Будет дано тебе Это испытание Рано или поздно Дано тебе Будет дано Испытание Которое ты явно Не выдержишь Поэтому ты его Не выдержишь Почему эти Нескромные Нескромные Ау Нескромные Ну и вы Подвергаете Свою жизнь Опасности Почему Какой опасности Самый страшный Заниматься Долпоклонством Это надо всегда Иметь в виду Ну а по простому Пшат называется В простом смысле Гаева Гаева Это воскомерие Это называется Любовь к себе И я даже Не могу себе представить Может быть Вы мне сейчас напишите Вы меня слушаете Я с ней один Слежу С техником Мария Брук Нет Еще кто-то есть Поэтому Вещь очень простая Если человек Воскомерен И он смотрит На всех Сверху Вниз То это означает Что он Любит самого себя Я не видал Такого случая Я ничего не вижу Потому что очень мелко Ари Я не видал Такого случая Когда человек Не любит ни себя Себя он не любит И что он делает И обращается И обращается Воскомерно Ведет себя По отношению Другим людям Если Воскомерен То значит Он что Что имеет Нерик У него есть партнер Не еврей Как правильно работает Давайте Очень хороший вопрос Я подумаю На эту тему Отвечу при случае На тему нашего урока Пожалуйста Спасибо большое Что у нас Это у меня очень большая Серьезная вещь Дисциплина Дисциплина разума Называется Я не про Нерика Я про самого себя Делай то что ты делаешь Не отвлекайся в сторону А тем более Чем важнее Это дело Тем Серьезнее нужно Им заниматься Все остальное Получается Несерьезность А тоже предполагает Серьезное отношение К делу И хотя я понимаю Что иногда бывает Такой вопрос У меня само такое бывает И так хочется Спросить Равина Вот он сидит Дает урок Совсем другую тему Хочется спросить Ничего страшного Переживем Я уже научился Уже сия научился Тем более вы научитесь Сможете Зайти после урока Спросить Напишите мне письмо Да нормально Спасибо Так вот Гаева Эта воскомерия Ничто иное Оборотная страна Чего Любви к самому себе А любви к самому себе Человек любит Самого себя Не Всевышнего Не Тору Почему Потому что Он не соблюдает Его законы Его законы Всевышний сказал Запрещается Гаева Запрещается Такая любовь Запрещается Воскомерие А он Несмотря ни на что Продолжает Это называется Любит себя А это называется Вместо Всевышнего У него он Своё мнение А это называется Он поклоняет Самому себе Идул поклонство Чистым виде Итак У нас есть Сегодня Скромность В частном случае Скромности А именно Какой Какой закон Советуется С теми Кто меньше Меня Книги Орхот Цадики У нас ещё есть Несколько историй Я припас Несколько подарков В конце Что-нибудь Расскажу Сегодня Я и сейчас Расскажу Но это Обязательная Программа А там Ещё Не обязательно Орхот Цадики Так вот Это самая Большая Скромность Самое Большое Качество Скромности Просить Младших Отметить Мои ошибки Об этом Сказано В книге Трилем Там так Сказано Кит 119 Легко запомнить 119 Самая Большая Глава Кит называется Кух Ютет 119 А стих Пасук В этой главе 99 Легко запомнить Так начинается Так называется Несколько слов От всех От всех Тех Кто учил Меня Всех Кто Меламдену Всех Кто меня Учил Меня Я стал Мудрым Я приобрел Мудрость От тех Кто меня Учил От всех От одного От двух Это не про обычную Учебу Сказано В архот Цикем Это сказано О чём То что называется По-русски Называется Учёба На ошибках У меня есть ошибки И тот Меня учил Их не совершать Просто делали замечание Сказали По-моему Ты здесь ошибся Вот ты наверное Не знаешь Ой я говорю Ой я даже не знал Я даже не заметил Я не обратил внимания Я не знал такого закона Или я знал такой закон Но не знал Что я его нарушаю Ой даже в такое-то время Нельзя Нарушать в субботу Я думал Что как только Солнце закатилось Можно нарушать в субботу Приходит человек Говорит Нет Рыброван У нас это нужно делать Суббота соблюдается И до звёзд А ярких звёзд Когда будет целая группа Звёзд на небе А я не знал Большое спасибо Это замечание И это называется Я с готовностью Выслушиваю Это Я говорю спасибо Это называется скромность Несмотря на то Что может быть я Крупнейший раф Ну сейчас конечно Нехороший пример я привёл У нас одинаковый уровень Затем даже Я учусь у того Кто выше меня Это очевидно А если я на большом уровне Бывали у меня такие случаи Когда люди Которые Пришли ко мне на урок Совсем Уж простецкие вещи Не знали И вдруг Кто-то меня задает вопрос Извините Я переспрашиваю А как ты могла прийти в голову Очевидно же Я об этом не говорю Он мне говорит Ну вы же сказали Такое-то предложение Ой я смотрю Да действительно Из этого предложения Можно услышать И это тоже Большое вам спасибо Почему Потому что вы меня заметили Потому что вы мне Обратили мое внимание И в следующий раз Я не сделаю эту ошибку Большое вам спасибо Я не знаю Какие были у меня уроки Но теперь они будут лучше По крайней мере Такой ошибки Я делать не буду Спасибо вам большое Несмотря на то Что это делал у меня Начинающий ученик Когда я привёл пример Понятно что Мы эту теорию изучаем Я же не могу Рассказывать без примеров Но на себя рассказываю Это ещё не значит Что я говорю Вот смотрите К вам пришёл Учитель Петербург Учится на чужих На своих ошибках У любого человека Алвай называется Хотел бы я Чтоб так оно было У меня всегда Значит я прихожу К людям Спрашиваю Где я ошибся У меня готовность Спросить их Спросить их Покритиковать меня Бешт Бешт Зачинатель Всего движения Хасидута Хасидизма В том виде В котором он В Восточной Европе Возник Он написал Очень интересную вещь Совершенно неожиданную Мы берём Хумаш Изучаем его Мы изучаем Тору Читаем там законы Законы Которые вообще В принципе Ко мне не относятся И вдруг он Обратил внимание Сказал своим ученикам Что в книге Бамидбар Пятая глава Семнадцатый стих Там где сказано Про Соту Это сказано про нас Что такое Сота Сота это женщина О которой Муж думает Что она Не очень хорошо себя вела С другими мужчинами Он её возревновал Привёл её в храм Теперь она стоит Перед Коэном Коэне спрашивает Ну дочь Моя Ничего не было Она говорит Ничего не было Она упорствует своём Она уверена Или она обманывает Или не обманывает Но есть очень простой Способ Проверки Раньше делалось Очень просто Это называется Сота Делали определённую Жидкость Воду Он брал воду Которая там же В храме была Текла И брал землю Прямо тут же На земле стояло Рядом С мисбэхом Рядом С жертвенником Смешивал Добавлял там Очень важные Ингредиенты И после чего Она это Пьёт Или выживает Или не выживает Если она выживает То она что Только в том случае Это Это правдивое было Испытание Тес такое То есть мы видим Что она говорила правду Но самое интересное Что обратил Бешт В внимание Посмотрите что сейчас делает Коэн Он нагибается И берёт земли Из земли Коэн С земли поднимает Он должен это сделать Не его помощники Что это означает Надо уметь учиться У самых малых Карка С земли С самой земли Возьми Ближе к Всевышнему Станешь Весь еврейский народ Должен стать Ближе к Всевышнему А именно научить Такому простому правилу Советоваться Со всеми Кто нас окружает Адмор из Гор Раби Авраам Мордхэ Альтар Книга у него Имрай Эмет В этой книге написано Комментарий На Мишли Притчи Да Известа притчи 27 глава 19 сих Там так написано Тоже нужно толковать К Маем Там написано Вода По ним Как с водой Лицо к лицу Так к сердцу Человека К человеку Так написано Как с водой Там написано Как вода Лицо к лицу Ты смотришь на воду И видишь Лицо мое Вот свое лицо Видишь Лицо В случае воды А это Тора Ты видишь Самого себя Так сердце Человека К человеку Так когда я обращаясь к другому человеку, видно моё сердце и его сердце, они приближаются. И поэтому всё идёт на сердечном уровне. Что это означает? Когда хочешь напиться, так пишет Адморрис Гур, то нагибаешься к воде. Нагибаешься. Ты высокий, статный, выше всех. Смешная же поза. Нагнулся. Нагибаешься. Так это вот, когда хочешь получить пользу от общения с людьми, то приняй свою гордость, Гаева, сделай книжи, нагнись даже к маленькому человеку, чтобы его услышать. Это будет сердце. От сердца ты услышишь, что он тебе говорит. Ну и от себя я сейчас скажу несколько слов. А именно, так надо делать вообще везде и всюду. Так говорит наша Тора, даже в семье. Как-то не странно. Но об этом я уже сказал. Советоваться даже своими детьми. Это ещё не значит, что каждый совет мы примем. Покупать или не покупать новый холодильник, ребёнок, конечно, много чего скажет. Холодильник-то можно купить. Давайте купим вагон мороженого. Это не называется посоветоваться. Но дать ему понять, что его голос важен в семье, и что мы прислушаемся к нему, чем больше он будет расти с этим мнением, с этим знанием, мы его не обманываем. Если мы его обманываем, он узнает, что мы его обманываем рано или поздно. Нет. Он растёт с этим мнением, что к его голосу прислушиваются, что у нас в семье прислушивается каждый к каждому. Это важно. То мы получим хорошего человека для той семьи, в которой он будет жить, для еврейской общины и для нас самих. И мы только выиграем. Со всеми, кто к тебе обращается, не торопись сказать, что не нужно. Сначала его выслушай, этого человека, особенно в замечании. Он тебе пришёл что-то сказать. Ну, пускай он говорит, если у вас есть время. А если он пришёл сказать по делу, о вашем действиях, ну, это учить или ещё кто-то, то, может быть, тут для тебя есть польза. Так повелевает Тора. Так Тора сказал в этом стихе. А Тора нас любит. Она любит меня. То есть, это не просто принуждение быть хорошим. Тора говорит, будь хорошим. Даже тот, кто тебя обращается в маленький, уйми свою гордыню, высуши его. Будь хорошим человеком. Нет. Это тебе нужно в первую очередь. Не просто быть хорошим. Быть хорошим человеком – выгнать тебе. Вот что говорит Тора для нашей же пользы. И чем выше мы себя, это важный момент, чем выше мы себя ценим, понимаем, кто мы такие, тем строже к нам подходит Тора в плане выполнения этой заповеди. Заповеди. Раб Иуда Ахасид отмечает в своей книге. Так поступили мудрецы с семейства Бен-Бетира. Если вы знаете, да, было такое великое семейство. Очень много было во времена до разрушения второго храма. Семейство, в котором были очень много высоких-высоких раввинов. И когда появился Илель, и все увидали, что он очень высок в уровне. И они уступили ему руководство еврейским народом в Еши, на уровне Академии. То есть, моментально они уступили, сказали, он выше нас. Вот это вот называется та скромность, о которой мы с вами говорим. Человек не беспокоится о своем авторитете. Человек беспокоится о своем настоящем уровне в этой жизни. Чтобы не работал закон Паркинсона. Помните, да? Каждый поднимается в своей карьере от уровня к уровню, пока он не достигнет первого уровня своей некомпетентности. Смеяться будут люди. Останется на последнем уровне своей компетентности. Это самое важное. А пыль в глаза, твора запрещает, пускает. Это называется скромность. И так поступал Рабан Гамлиэль. В принципе, человек вообще, но он был, я не скажу, жестокий. Хотя это слово и употребляется. Но он был достаточно резкий. И в трактате Сан-Ядриин 11-й лист, вторая страница, по-моему, вторая страница, посмотрите. Там написано о том, как принимали решение о Шнаме и Уберет, о необходимости добавлять в год второй Адар. Называется «Высокосный год». Это принималось на коллегии раввинов здесь, в Израиле. А поскольку много-много евреев, чуть ли не больше половины существовали, Голан называется, за пределами Израиля, Сурии, Сирия, Бавилония, если он звал Сурия, то туда нужно было отправить посыльных вовремя, потому что это все происходило перед Адаром, во время первого Адара, чтобы будет еще второй Адар, чтобы они не устроили Песох не в нужное время, а потом, не дай Бог, вообще что-то сдвинулось. У нас месяц добавляется. Он писал специальные респонсы с своей подписью, и там было написано, что вот коллегия мудрецов Израиля приняла решение сделать то-то и то-то. Хотя все прекрасно знали, что это именно он, но он писал «коллегия мудрецов Израиля». Он не ошибался в таких вопросах, и все понимали, что тем самым он поднимает уровень мудрецов Израиля в глазах всего еврейского народа. Он был достаточно велик для того, чтобы не бояться это сделать. В отличие от руководителей, может, в других странах, может быть, у евреев тоже, которые боятся собственной авторитеты и хотят всех остальных принизить. Для чего? Для того, чтобы выглядеть великим в глазах людей. Это лицемерие. Он запрещается. Так вот, принять совет нужно от того, кто меньше тебя, нужно уметь это сделать, меньше тебя. Это период Танаев был, Рабан Гамлеель. Потом был Сувраев. Потом был, не будет самураями, Сувраев. Потом были Гаоны, Гаоним. Потом были Решоним. Это примерно тысячи лет назад. Вот Раши, Рамбаммы, или Рамбанн. Это классический пример этих Решоним. Называется Решоним. Первые мудрецы Решоним. Так вот, один из них, и не указанных, тех двух книжек, которых я прочитал, не указанного имени, всегда советовался со всеми людьми, и даже самыми малыми, своими учениками. Что такое малые? С учениками. И говорил, такую фразу он говорил, кого спросили, почему ты это делаешь? Он так сказал, если я покажу своим ученикам, что, как я себя веду, что я веду себя с ними таким образом, то они что? Тоже привыкнуть уважать других людей. Уважая людей, учеников, я приучаю их к уважению других людей. У младших не надо, может быть, учиться поведению. Они еще не окрепли, у них в поведении дети, много всякого происходит, но их надо учить, каким образом показывая им, что и у них есть нечто ценное, жемчужина называется, маргалина. Ну, на том языке, на котором мы проходили, так написано было. А не только одни глиняные черепки, это язык этого учителя. У них есть еще и жемчужина, не только херос, не только глиняные черепки. И еще, не знаю, как сказать об этом, у младшего меньше рефлексии к самому себе, он оценивает, то есть он оценивает, как к нему, как он выглядит в глазах чужих людей, да, как к нему другие люди относятся. А самого себя он еще не умеет оценивать, он называется негея, 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 восприимчивость называется, да, поэтому им легче учиться. Они не боятся ошибиться, а вот опытный человек уже нет, он уже ответственно под какое-то дело, он боится сделать ошибку. Поэтому учись у младших, спрашивай их, он не постесняется сказать тебе, как ты себя вел, так сказал этот Решоним, из-за Решоним. История. Раби Шлома Залману Ирбах, зацаль. Он был ребенком, сидел, учил Талмуд, он вообще учил, как все наши мудрецы учили, начинается учиться с трех лет, Алиф Бейс, восемь лет уже меньше, ну, более-менее знают, десять уж точно знают. Это семья Ирбахов, они уже десять лет изучали Талмуд, на серьезном очень уровне. И он учил Талмуд, и у него были книги, комментарии, и одна из этих книг была написана, Раби Аароном Волкин. И книги известны, жив всегда человек. И он ему написал письмо, о том, что вот прочитал он, изучался материал, который назывался «Избавакама», 20-й лист, там звучалась такая вещь очень интересная, «ЗННВЗЛОХАСЭР». «ЗННВЗЛОХАСЭР». Один получает даусь от чего-то, а у этого нет никакой потери. Ну, так можно это разрешить. Поставил пример, как я его понимаю, там много других примеров. Человек купил газету, он ее купил на свои деньги, он ее прочитал, он ее положил. Подошел второй человек, взял ее и начал читать. Теперь этот человек может быть вроде за эти протесты. И ты не платил деньги, ты пользуешься чужой вещью. Или ты заплати мне за газету, или хотя бы часть, и можешь пойти в Равинский суд. Если серьезные вещи, может быть пойти в Равинский суд. Так вот, есть такое правило. «ЗНННВЗЛОХАСЭР». Этот получает пользу, он пользу получил, а ты ничего не потерял, поэтому разрешается. Другое дело, что он не может там ее помять, еще что-то сделать. Человек может заявить, в общем, мне неприятно с собой где-то иметь дело. В принципе, можно въехать в чужую квартиру без спроса, это очень нехорошо. Но если там ничего не нарушилось, ничего не сделалось, она все равно стояла пустая, то ничего страшного не будет, и потребовать нельзя задним числом плату за проживание в этой квартире. Она все равно стояла пустая. Этот получил пользу от проживания здесь, а ты ничего не потерял. Нет, ее можешь закрыть, потребовать, чтобы никто здесь не был. не жил здесь, потребовать, чтобы они съехали из квартиры. Понятно, это твоя квартира. Но задним числом, чтобы они заводились за то, что там уже произошло, если ты ничего не потерял, это называется зело, зе, на гене, зело хасер, ему нет никакой нехватки. Так он прочитал эту вещь, и он написал письмо рабе Аарону Волкину, что, когда вы писали в своей книге вот про эту вещь, вы не привели мнение Ромо, а оно очень важно, и он показал, какое оно важно. И поскольку он по-новому написал-то об этом мнении, вот как оно здесь играет, и послал письмо. То получил письмо, моментально принял это мнение. Вот смотрите, какая интересная трактовка великого Ромо на ту тему, которую я тут писал. Как же я его пустил? И когда он написал другую книгу по другим названиям, обязательно название слова, Аарон было написано, его имя такое, то он написал, что вот тот же отрывок приведен, и он написал, что я привожу этот отрывок для того, чтобы сказать, что здесь Ромо вот как написал, и в моей первой книге этого не было написано. Это очень важная вещь, которую объясняет тот, кто-то, и я приношу прощение извинения, прошу, извинения, у Ромо, великого Ромо, за цаль, и все это из-за замечания ребенка, которому было в это время 12 лет. Он не постеснялся это сделать. Ну, и еще одна история про Абишламова, Залмана, Уэрбаха, такого Кололя и Яшивы, Коль Тура, называется. Он преподавал там, и он писал книги, и у него в книге, не просто он писал книги, что-то книгу пишет человек на тему Талмуда. Он допишет новые вещи, которые ни у кого не были. Если есть все это, зачем ему писать? Это называется Хедушим, та вещь, которой не было никогда. И он их, что с ними делал? Он писал от руки, давал листочки своим ученикам. В Яшиве, не знаю, в Кололе точно. Кололе для взрослых, юношей, Кололе, для уже женатых. Он давал, чтобы они проверили. И они проверяли, приходили к нему замечания. Все, что он написал, все он давал своим ученикам. И его спросили, зачем? Ну, что могут проверить ваши ученики у вас? У вас большой уровень, а мог называется, глубоко. Для них это вообще новость. А он отвечал, нет, смотрите, эти ученики сейчас день и ночью заняты, это Исуге, да, этим отрывком гемары. Или вот этими законами, которые мы сейчас изучаем, Шульхана Руха, местного груза, прямо этим. Они занимаются, они подходят ко всему в этих законах изнутри. Все видят в ясном свете. А я учил это очень давно. Да, много раз, но давно. Я уже привык к этому. Я уже не замечаю множество деталей, связи между этими деталями. И поэтому я даю свой труд им на проверку, именно для критики, потому что я могу ошибиться. Я представляю, я вот здесь сидящий перед вами, представляю себя таким образом. человек живет в своей комнате. Годами. Уже немолодой человек живет годами. Работает, учится, приходит здесь. У него своя комната есть, своя квартира, комната уж точно. Он здесь все знает. Он знает, где что он положил. Он знает, где что искать. Но если он в доброй памяти, я говорю о таких людях, которые ничего не забывают, нет забывчивости, он даже здесь может, в темноте, в полной темноте, он может найти то, что он найдет, то, что он ищет. И может пройти спокойно и узнать, где повернуть. Да как мы в наших домах, что мы делаем? Ночью я иду, я же знаю, где повернуть, где есть, как называется, ручка от двери. Ну, свет выключили. Я же там не заплутаю. То же самое и за этот человек. Он здесь все знает. И если вдруг оказалось, что там что-то лежит не на месте, ну, пришел какой-то сосед, а стоял не на месте, и он там ударится. Он просто не знал, он не знал, что стоит табуретка в коридоре, в тёмном. Он здесь все знает. Так он знает до такой степени, что он уже не обращает внимания на многие вещи, может быть, и что-то изменилось, или что-то подзабыл. И он не обращает, потому что он уже привык. Он знает эту комнату. Приходит к нему друг, знакомый, и кто-то говорит, а это что у тебя? Ты смотришь, ба, я не знал, я не обращал внимания, а это у меня уже вторую неделю висит над головой. Он привык к этому. То же самое здесь. Один человек, который всю жизнь учится, он всё в этой геморе знает, все мнения, он ничего нового не узнает. То есть, он пишет хидуш, Рафаэр Бах писал хидуши, новые вещи, усилием своей мысли, раскрывал некоторые вещи, но возможно, что это не проходит в силу чего-то, вы понимаете, какие-то другие обстоятельства, он тоже не написал это, почему-то не написал, может быть, кто-то попробовал, это может быть не путь, там что-то мешает, я не знаю, что здесь мешает. Ученики смотрели, приходили, такое и бывало, кстати, самое-то интересное, приходили, говорили, Рэби, вот смотрите, ну это же противоречит тому-то, тому-то. Ой, спасибо, я не знал. Вот что делал Раф Майербах, вот чего он нас учил, научил с вами. Прислушайтесь к любому мнению, прислушайтесь. Раби Авраам Мишаяху Карлиц. Знаем мы такого ученого, нет? Требари. Знаем Авраам Мишаяху Карлиц. Он известный всем, как Хазон Иш. Кстати, между прочим, эту историю вспоминаю и я, но я все равно не могу не рассказать. Я уже рассказывал здесь на уроке. У нас такой урок набережит. Продолжаем творить добро. История просто такая, запоминающаяся, выпуклая. в 2010 году. В октябре месяце. Сейчас сентябрь 2013 года, да? Значит, через месяц будет 3 года. Это была история сказана. Давайте по-новому ее расскажем. Немножко по-новому. Он был уже пожилым человеком, когда он Иш жил в Бной Браке. Он всю жизнь там прожил. Ну, когда жил, приехал в Израиль из Литты, из Литвы. И врачи ему прописали для здоровья ижевечерние прогулки. Для здоровья. Мацион. И он ходил по своему району в Бной Браке. Он, понятно, шел, не просто так шел. Где он, у нас было вечером всегда, зимой или летом. Он шел и погруженный в Тору, Талмуд, в тот раздел Талмуда, в котором он сейчас изучал, в Законы. Все узнал на Иисус, кстати. И там он ходил в новые вещи. Шел погруженный туда. Вы знаете, это не тяжело. Уж насколько я совсем начинающий ученик, быть, погрузиться в Талмуд ничего не стоит. Начните учиться, мы уже многие, наверное, учатся, начинаете думать на какую-то тему. И эта тема тебя не покидает. Она у тебя остается до тех пор, пока ты ее не проунчишь. Все попробуешь. Где бы ты не находился. Стоит подумать о Талмуде, и ты уже там, в том месте, в котором сейчас изучаешь. Вот сейчас у нас идет запись, запись, прямой эфир, Шудурхай. А ведь перед этим у нас была запись Талмуда, да, урок, который я сейчас давал. Прямо здесь, в этой аудитории. Немножко другой антураж. Начинаем новый, мы начали новый цикл на Толдот, сайте Толдот, который называется, называется трактат Гетин, третий, третий, третий глава. И его сегодня был первый урок. Так вот, вы знаете, я просто несколько дней хожу под впечатлениями этого урока. Не потому, что я такой умный, не умный, мне нужно подготовить его. Я все время на эту тему думаю. Вот, великий мудрец, Хазон Иш, теперь мы представляем, что это такое. Ходил по своему обнебраку, по своему району, по известному трассе, маршруту, и был погруженный в Толмуд. Идет молча, я так полагаю, идет, и что-то говорит, поговорит своими губами. Такое часто встречается, кстати, я такое вижу здесь. Сейчас идет человек, разговаривает, скорее всего, он говорит по телефону. Я вижу, старик идет, и нет у него, ничего с ним висит, никаких продочков, ничего нету, это значит, он Толмуд, вряд ли, мишну. И его увидел пожилой человек, который ни разу до этого не видел Хазон Иша, вообще он не видел. Жительной брак, и не видит. И он не знал его в лицо. И он увидел, вот, ходит мимо его дома, каждый раз вечером проходит человек, и гуляет он тут у нас, белая баранда, а? Странно очень, такой красивый, старик умница, а гуляет. Но человек не стерпел. Разные есть люди, евреев такие тоже встречаются, вышел к нему и сказал, вот, извините, но я просто не могу смолчать. Такой человек, как вы, каждый вечер гуляет по району, вместо того, чтобы сидеть и учить Тору, какое безобразие. Ты что, не умеешь учиться? Ну, наяврительной наты с раввинами не говорят «Ата», говорят «Атем, вы», или в третьем лице «Раф, что? Что думает Раф на эту тему? На улице человек простой, амарец, человек ничего не знает, не учит, ходит здесь, гуляет. Ты что, не умеешь учиться? Ну, тогда, Тхилим, ты знаешь, 50-е годы, люди из религиозных семей, Тхилим, все знали наизусть. Так вот, если уж идешь, если тебе делать нечего, то хотя бы произноси про себя Тхилим, говори Тхилим, займись делом, не теряй время зря. Так сказал он Хазанышем. Через некоторое время у него возникла какая-то проблема, нужно идти кровиным. Ему посоветовали, послушай, ты живешь в районе с Хазанышем, сходи к главе поколения, живет в этом же районе. И он пришел к нему, увидел его, и упал на землю, и пирал сознание от страха. Это тот старик, который ему сказал, что ты не умеешь учиться, не очень частный Тхилим, призноси. Его откачали, и он просил, простите меня, я не знал, что я разговариваю с таким великим человеком, рэбы, простите меня, с Лихаумхила. Хазанышем его поднял, обнял его за плечи, обнял он его, и сказал, что нечего ему прощать. Он его очень любит. И это не просто слово, послушайте, что сейчас произошло. Наоборот, он его благодарит за добрый совет. После той встречи каждый раз, когда он проходил мимо его дома, он начинал призносить Хазанышем Тхилим. Помогает. И человек просил. И тут же ум ему, говорит, прояснялся, и мне становилось настолько всё ясно, что самые тяжёлые места в Талмуде, которые сейчас в это время изучал, после этого Тхила, после этих призношений, тут же сами себе разрешались и становились ясными и понятными. А до этого они мне не давались. Большое тебе спасибо. Это была правда. Но почему это правда было? Он не притворялся. Это правда было, потому что он и готов был к этой правде. Мы хотим получить пользу и от тех, которые меньше нас знают. Ну, согласен с вами, только начал что-то. Но я готов выслужить его слова с поиском того полезного, что будет мне. Потому что все, вы же не зря мне его послал. И вы не всегда, может быть, но в большинстве случаев, во многих случаях, мы эту пользу найдём. Рассказано Эспэд, на похоронах Равшаха. Равшах давал урок по Гемае. Гемар – это комментарий на Мишну, это называется Мишна плюс Гемара, это называется Талмуд. И он остановился на комментарии Ражба. Вот такой великий учёный, величайший учёный. Кто учит Гемара, обязательно его изучает. Ражба. Это мой любимый учитель. Ражба. Раби Шломо Бен Адерет. Раби, Раби Шломо Бен Адерет. Ражба. Он родился и жил и умер в Барселоне. Город. Известный вам? Так вот, Барселон – это город, о котором на еврейской карте мировая слава из-за того, что здесь жил Ражба. Других у него. Там много великих мудрецов жил, там ещё что-то есть хорошее. Очень много. Больше в Барселоне чем неизвестно. А вот то, что там Ражба жил, им великий учёный. Родился он в 1235 году, если говорить про наши годы, и умер в 1310-м. Прожил 75 лет. Написал величайший комментарий. Почти. Намного-много трактатов. И вот Раб Шла отдавал урок по Гемарии, остановился на Ражба, кусочки, и его преподал. Так он его трактовал. Вот о чём написал Ражба. Вот как его нужно понимать. К нему после урока подходит молодой человек. На следующий утро. На следующий день. Мальчик. Он ещё поучился, нашёл где-то. Не просто так ему пришло в голову. И сказал, что у него есть немножко другое понимание этого толкования Ражба. Вот как нужно понимать его слова. И он сообщил ему свой хидуш. Мы говорили на этом хидуше, это нечто новое в трактовке, в пояснении, в изучении. Рав Шла попросил его повторить. Выслушал его. Тот ему дал. Повторил. Он его ещё раз. Он два раза повторял. Один раз рассказал, два раза повторил. И тот, Рав Шла, тут же что сделал? Повторил ему. Ещё раз. Так изучали евреи Торы после Синая. На 40 крестках ходили. То Моше получал Тору от Всевышнего, давал урока своему брату, Аарону, его братьям, старейшинам. Потом выходил, Аарон давал. Тот же самый урок своим братьям, своим сыновьям, старейшинам. Потом уходил, потом братья давали старейшинам, и так далее, и так далее. По несколько раз, по много раз. Это смешно. Учение. Что такое учение? Мишна. А слово Шен, второй Шенни. Второй раз, как минимум, нужно повторить. Только тогда ты начнешь учить. Первый раз не годится. И вот, сейчас мы увидели, три раза он выслушал. Позвал всех учеников и сказали, послушайте, у молодого человека, у этого Бахура, Бахура, молодого человека, у него есть очень новость большая. Я вчера давал вам РАЖБА, это было всё правильно. У него более правильное объяснение. Не критика была здесь, более правильное. И все выслушали это. Это Равшах, это он скромнейший из людей. Он не о своём реноме, беспокоился об истине Торы. Ну, что можно сказать, какие бывают виды нескромности? Какие бывают виды нескромности? Я обращаюсь к младшим, хочу его послушать. Что мне это мешает, что может мне помешать виды нескромности? Ну, во-первых, понятно же, какое самомнение. гордыня, тщеславие, это нескромность. Есть ещё один вид нескромности, называется провокация. Ну, самомнение, мы уже говорили об этом, моё мнение, самое важное, это чистая любовь к самому себе. И на самом деле это желание человека выглядеть в хорошем глазах других людей. Понятно, что это непонятно? Ведь он же любит себя, а не других. Ну, то зачем же ему беспокоиться о том, как они о тебе думают? Ты же их не любишь. Он любит себя настолько, что он хочет, чтобы даже те, кого он не любит, чтобы они его любили. Ну, это понятно. Человеку по-настоящему, который любит себя, надо бы стараться что-то делать, избежать. Мы говорили об этом, избегать ошибок, поэтому ему следует принимать критику в свой адрес. Ну, в этой критике понятно, что решето, просеять, и пустое бывает. Отсеять не нужно, но к своим делам нужно относиться к критическим. А тот, кто за ночь не слушает чужих замечаний, вообще-то, в принципе, по большому счёту, он сам себя ненавидит. Ведь ему же никто не скажет, что он ожибается, его боятся. Зачем с ним начинать? Почему он так поступает? Потому что он доверяет самому себе. Он считается только своим мнением. Значит, он обречён на ошибки. Повторяю, говорит, тот, кто не слушает других, говорит, кто вы, кто я, тот не любит себя, в первую очередь. Или не очень умный. Мы об этом не будем говорить. Кстати, что такое любовь? Любить себя, любить других. Мы уже говорили. любовь и это. По крайней мере, четыре вещи уж точно есть. Какие? Прощать, уступать, помогать. Кого я люблю, тому я прощу. Я не обязан прощать всех. Это нужно понимать в контексте. В принципе, я должен прощать. Я должен этому простить. Перед Йом-Кипуром, который недавно прошёл, так и делал люди, я его простил. Да. Но если он поступил плохо, например, не могу я пройти мимо человека, который получает всех, а в то же время есть креветки. Я приду и скажу, слушай, может, я не знаю, что креветки не надо есть. Если он исправится, его нужно простить. Это называется, я его люблю. Любовь заключается в том, что я прощаю. Вы понимаете, я же не имею, имею право не прощать вору, который украл меня, а именно, я имею право пойти к рабонуту, к судям и потребовать, чтобы он меня это вернул. А могу простить. Только я люблю, я прощаю. Вторая вещь, что я уступаю. Третья, я не обязан уступать. Он меня в межу подвинул на поле. Я имею право пойти к раввинам. Помогать. Я обязан помогать. Помогать, это называется цедок. Но у меня сил нет. А когда я кого-то люблю, я за свой счет это сделаю. Я не обязан всем помогать за свой счет, а за свой счет тем, кого люблю. Так вот, ну и сопричастность. Есть такая вещь, ты должен переживать за них. Так вот, что такое любовь к себе? Все эти четыре вещи. Человек умеет прощать самого себя, уступает самому себе, самому Ецеру, помогает не другим, а себе, то есть другим не помогает, и очень сопричастен ко всему, что он делает. Но надо бы делать все наоборот. Не любить любить любовь к себе, это требовательно быть к нам к себе. Не прощать себе ошибок, не вступать себе ни в чем, не говорить, ну ладно, тут я уступлю. Это Тора решила соблюдать диету, и теперь она нашла бомбончики шоколадные, и она уступила своему Ецеру. Вот нужно не уступать. Это называется любить самого себя. любить самого себя тем, что ты будешь поедать эти бомбончики, это просто пример, понятно, что это не Тора, это диета, это пример, просто отсаться. Это не называется любить себя, кушать эти бомбончики, пока не лопнешь. Это называется себя ненавидеть, или поступать глупо просто. Мы же говорим об умных людях сегодня. Помогать себе надо, но не за чужой счет. Кстати, есть такой закон, что нужно помогать другим людям тоже не за чужой счет, лучше за свой счет, а не за чужой. Инуиса причастна к себе, и она и так присутствует у самого человека, поэтому можно только насильно сузить область своих удовольствий. Вот что это означает. Даже без нанесения ущерба, конечно же, чужим людям. Ну, а теперь хочу сказать провокация. А это что такое за нескромность? Это нечто иное, как жить не сколько с любовью к всему себе, сколько с ненавистью к сердцу, как по отношению к другим людям. Человек что-то не любит, он живет этим. Например, вот мы сидим и обсуждаем с вами урок. Вы видите, у нас сейчас урок. Занимаемся еврейским поведением. И у нас еще 13 минут. Приходит человек заднего ряда, и видно же по ухмылочке, что сейчас что-то хитрое спросит. Но мы не обращаем внимания на ухмылочку, почему всякое бывает. У вас же такое лицо. И говорит, скажите, пожалуйста, как вы относитесь, например, к тому, что случилось ну сколько, 300 лет назад, какой 300, 600, 550, в амстердамской общине, что сделали там по отношению с одним человеком, с одним евреем в фамилии Спиноза, и человеком, которого звали Ариэль Акоста. Вот как они хорошо поступили. И я вижу, человек сюда пришел для того, чтобы услышать от меня. Что он может от меня услышать? Я его спрашиваю, что ты хочешь от меня услышать? И он приходит на форум. Там еще интереснее, это же проще, правильно? Тебя же не видно на форуме, на обсуждении. Но уроки так непросто. Спросишь, такую гадость спросить. Сейчас скажу, почему гадость. Здесь другая тема сейчас обсуждается. Но мы обсуждаем еврейскую доброту, и приходит человек спросить, что какая еврейская доброта? А вот, что вы делали, ваши раввины делали. Не те раввины, а вы делали. Я спрашиваю, что ты хочешь услышать? Ты хочешь услышать мое мнение об этой истории? Или мне не Торы об этой истории? Или мое мнение о мнении Торы этой истории? Видите, какая богатая возможность. Я хочу услышать ваше мнение о мнении Торы. Правильно они поступили или нет? А ведь на самом деле это провокация, самая настоящая провокация. Человек хочет что? Вызвать ухмылки, загнать меня в неприятный момент создать. Все сказали, о, смотрите, раввин не знает, что ответить. То есть, понятно, что ничего особенного человека не выиграет. Кто хотел приблизиться, который все равно приблизится. Кто хотел от него уйти, все равно уйдет. Он ничего никому не поможет. А что же здесь происходит сейчас? Почему он так себя ведет? А я так полагаю, что у него, наверное, что-то мешает ему внутри. У него есть какая-то обида давняя, что-то ему мешает. И он этой обидой живет. Он ее не может из нее выйти. Он ее демонстрирует. Он не любит ортодоксов. Вот это ответ евреев. Однажды, очень давно это было, такого человека я спросил. Еще когда на самом деле были форумы, чаты, еще, знаете, интернет как таковой только начинался. Начинался, даже никакой запретов не было на интернет. Вообще, только что все появилось. И вот какие-то антидосы, так они себя называли, начали, ну, просто ходить за мной по пятам. Что я не скажу, все они переделывали. Изныщивали, называется, да. Все вручали в шутку, в смех. И, между прочим, много мне помогли. Я много некоторых вещей исправил. Они называли себя санитары леса. Санитары леса – это которые волки, да, слабых раввинов отлавливают и делают их сильными. Вообще, пора объявлять охоту на волков, по-моему. Потому что нужно отлавливать слабых волков. Это тоже искусство. Так или иначе, одного я не спросил, скажи, пожалуйста, что ты хочешь. Вот ты все время придирайся к каждому моему слову. Я могу молчать. Да, в то время я еще не умел молчать. Я спросил, что ты хочешь. Есть несколько возможностей. Смотрите, я перестану сюда приходить. Ты найдешь нового. Или я не перестану сюда приходить, но я буду начну соглашаться с тобой и корректировать наши собственные слова. И ты увидишь, что в конце концов я изменился. Была черная кипа, стала белая. Потом вообще перестала быть кипа. Потом вообще туру оставил. Ты хочешь, чтобы я туру оставил? Или ты хочешь, например, еще проще. Чтобы я пришел домой, как-то было, как раз появлялось все это. Да нет, еще до этого было. Выпил яду и ударился головой об стенку. Знаете, как автор ударился головой об стенку. Что ты хочешь? И нет ответа на это. Почему? Потому что провокатор живет в своей ненависти. Она его кормит, она его подпитывает. Ему все равно. Он найдет нового. Ему нужно смеяться надо мной, над торой. И что это такое? Это самый яркий вид нескромности. Если про скромность говорили, про умение общаться. Умение общаться и даже замечание можно принять даже от этого антидоса. Что-нибудь полезное надо скажет. А вот не умение общаться, не дай Бог, нам таким антидосом стать. И чем я все это рассказываю? Да, к тому я и рассказываю. Младые люди. Вы меня еще не отключили с моего урока? Скажите, пожалуйста, антидосов внутри нас нет, внутри меня. Посмотрите, кажется, сам себя. Нет ли того, кого я не люблю, и нелюбовь мне это к нему нравится? Я живу этой нелюбовью. Я ее подчеркиваю, я ее показываю. Поэтому первая реакция вся моя такая. Нет, во мне ничего нет. Я вообще замечательный человек. Во мне ничего этого нет. Я правильно, хороший, интеллигентный, культурный. Я правильно смотрю на евреев. Я сам еврей. Интеллигентный. Я слово интеллигентный должен повторять все время. Ой, или есть такая вещь, когда я кого-то хочу поучать, и вдруг он, жало, изменился, как я хотел. Я добился цели. Именно этого хочу. Я не хочу, не буду поучать другого. А если буду, то уже посмотрите, кого я все время поучаю. Что мне не нравится в этой жизни. Ведь если я... Мне, например, много не нравится в этой жизни. Мне не нравятся воры откровенные, наглые. Мне не нравится наглость на улицах. Ну, так я ушел, отвернулся в сторону, я их не переделываю. Или переделываю как. Я не буду среди них жить. Но этот человек же ходит и ищет их. Он же поучает. Он ищет, где можно сказать, какие евреи, торы плохие. Я снова говорю, я не хочу их осуждать. Мне все равно. Я хочу найти этого антидоса в себе. И хочу, чтобы вы тоже посмотрели. Хочу же. Советую вам. К моему совету прислушайтесь. Хочу, чтобы вы... Чтобы вы что? Нашли в себе такие качества. Спрашиваю, Аркадий, какой адрес форума, наверное, Толдот. Спасибо. Адрес... Заходите на Толдот, пишите в поисковике Толдот и заходите в Толдот. И там есть и обсуждения, и журналы, и авторские колонки. У меня там есть блог. Заходим. Если нам нравится, мы регистрируемся. Да, Аркадий? И можем участвовать во всем этом. И учиться можем. Все можно сделать. Главное попасть на Толдот. Спасибо за вопрос. Ну и приложение. Последнее приложение. Прямо с этого блога. Тут у меня целая статья. В двух словах я их скажу. Содержание. Потому что многие прочитали. Судя по вопросам, я не знаю, но, может быть, не очень понятно было, что это означает. Содержание называется «Как из Твора можно сделать идолы». Идолы можно сделать из всего. Мы говорили сегодня, предолопоклонство. Из себя можно сделать идолы. Это обычная история. Это разменная монета. В большинстве случаев так происходит. Да и все мы в той или иной степени из себя делаем маленьких идолов. Как только начинаем прислушаться к своему естеру, плохому началу, начинаем делать то, что хочется, а не то, что нам нужно. Такое бывает. Так вот, как нужно из Твора сделать идолы? У меня такой жанр. Плохие советы. Методика, как сделать идол. Есть два способа из Твора сделать идолы. Берем Тору, ставим в угол и начинаем ей кланяться. Это самый простой способ. Просто ей украшить. Молиться, Торочка, помоги. Завтра я иду на экзамен. Целовать ее. Но именно в таком контексте. Целовать. То есть спросите, чтобы нам помогла. А чего нет? Чем Тора хуже деревяшка, который там в джунгах Амазонки? То же самое здесь. И можно прямо на себе писать. Тату называется, да? Татуировка. Тату. Цитаты из Торы написать. Большими словами. То, тату. То есть как-то Тора. Или там еще какой-нибудь. Шмай, Сраэль. Что угодно делать. Хоть я жива и Тора. Это называется идут поклонства в прямом виде. Это простой способ. Есть второй способ. Очень интересный. Он связан со всякими разными делами. Очень такими сложными. Он просто захватывающий. Он креативный, во-первых. А это. Уметь поклоняться Торе через призму самого себя. Например. Схема такая. Вот мне что-то. Аркадий уже нашел наш блог. Большое спасибо. Так вы на нем, наверное, находитесь. Если вы в прямой. А, мой блог нашли. В Толдотово. Конечно же, в Толдотово. Вы же меня видите с экрана. Вот. У меня есть некоторые желания. Арья. Аркадий. Люди, какие меня сейчас слушают. У меня есть некоторые желания появилось. Что мы делаем? Да очень просто. Берем книгу Торы. Я ее уже несколько раз прочитал. Быстренько листаем. Находим стих, из которого я вижу, что я могу это сделать. И делаем. Или мне что-то очень не хочется сделать. Ну, не хочется мне этого делать. Я беру, нахожу стих Торы. Или мнение мудрецов. Или захожу на Толдот. Я на много уже разошел. Я вообще захожу на Толдот, читаю всякие ответы равинов. И читаю ответы, и равинов. Смотри, как здорово. Это же можно использовать для вот для чего. И использую. И вот получилось, что я Тору использую для чего? Для того, чтобы мне было удобно. Аравин посоветовал. Женщине что, проявлять некоторые вещи нужно? Серьезные вещи. Воспитание сына. Сын ее не слушает. Я таких советов не даю. Но вот одна же была дан другим равинам такой совет. Чуть-чуть поостороже. Но нельзя его распускать совсем. Мальчик должен знать, мисс Геррид, границы. Например, если вы ему... Такой бы сам пример. Он Лего играет и каждый вечер оставляет. И вся комната в Лего. И мама и переживает. А он ничего не убирает. У нас в семье все по-другому происходит. Осталось у Лего Лего. А мы с ним соберем. У нас есть две игры в Лего. Одна играть, а вторая собирать. Мы знаете, как играем по сбору Лего? Дети ждали, когда они были маленькими, сейчас большие дети. Ждали этого момента, когда начнут Лего собирать. Это отдельная история. Трехэтажные слоны у нас собирали это Лего. Четырехэтажные слоны собирали это Лего. Была игра. Ну, а мама устала. Мужа нет. Муж нет. Поздно с работы придет. И она переживает. Мальчик ничего не делает вообще. Большой мальчик. Семь лет. Восемь. Огромный. А мультфильмы, у этой мамы мультфильмы есть. Он смотрит. И Ира говорит, ну так поставьте условия. Если он соберет эти игрушки, будет ему вечерняя сказка. О! Вечерняя сказка. Малыши. Или она ему расскажет сказку. Что у вас там происходит? А не соберет. Ой-ой-ой. Не будет тебе это. Стойте на своем. Чтобы знал, что есть наказание. Посоветовал, посоветовал. Есть семья. Так получилось. Я знаю эту семью. Жена еврейка сказала. Средица такое было. Муж рисковат с детьми. И когда ему у нас сказали, что так не нужно делать, он сказал, ну посмотрел, Талдот зашел. Нашел. Получилось так. Увидал это и сказал, смотри, написано, будьте немножко строже с детьми. Оказывается, и ваши раввинные говорят, будьте строже с детьми. А у нас Васька как раз и нас не слушает. Он позвал, собирай ляга. И нахлопал его. Почему? Потому что он нашел Тору, которая якобы оправдывает его мнение. Вот. У нас такого с вами никогда не происходит. Это называется быть нескромным, согласно Торе. Это и называется, что сделать из Торы идола. То из Торы, из всего можно сделать идол, даже из Торы. Так вот, скромный человек отказывается от идолов поклонством. И что он делает? Он умеет найти свое место в жизни. А именно, это высокое место. Очень высокое место. Крайне высокое место. С которого легко дотянуться до любого низкого, поговорить с человеком, не ущемляя его честь, его достоинства, и научиться у него. Почему? Потому что Всевышний дает с каждым человеком, которым мы встречаем в своей жизни, возможность чему-то научиться. Всевышний дает нам не просто испытания. Каждое событие в нашей жизни – это не только испытания, это еще и учеба. Обратись к тому, кто видит, что ты делаешь. Спроси его, как у тебя получается. И прислушайся к тому, что он тебе сейчас скажет. Прислушайся. Сын твой, муж твой, жена твоя, теща твоя. Будем слушать друг друга. И только тогда мы станем людьми Торы, и тогда Всевышний будет нас любить и помогать нам в наших делах. Помощи вам от Всевышнего во всех ваших делах. Большое спасибо. Всего хорошего. Салам, шалам. Спасибо. 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 Спасибо.